Друзья, я напоминаю, мы разговариваем с водителем трамвая. Только что просмотрели опрос на тему, нравится ли нашим горожанам трамвай как общественный вид транспорта. Прокомментируйте. Я доволен опросом, доволен на самом деле, потому что очень много горожан. Ну, правильные мысли говорят, что, во-первых, на трамвай действительно он едет быстрее. Быстрее, чем его там сосед автобус. Потому что, как правило, если пробка где-то на какой-то улице, автобус, он все равно глухо стоит. А трамвая нет-нет, потихонечку он движется. То есть, динамика движения у трамвая все равно больше, выше, чем у колесного транспорта. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашей беседе, потому что именно сейчас я начинаю зачитывать ваши вопросы. Иван, готовьтесь. Да, я готов. Как часто водитель трамвая давит пешеходов? Есть ли какая-то усредненная статистика? Ну, наезды бывают на пешеходов, но очень редко. Может быть, там один-два в год. Это и то, я, может быть, даже привлечу. Со смертельным исходом? Нет, со смертельным это очень большая редкость. Может, в несколько лет такое бывает. Но вот у нас в прошлое или позапрошлый год, если не ошибаюсь, у нас был такой, ну, не очень удачный в этом плане. Там, по-моему, несколько смертей было. Но это не по вине водителя трамвая. Ну, конечно, водитель трамвая всегда прав. Нет, тут вот это совершенно как бы неуместно, потому что у нас есть такая категория пассажиров и пешеходов, которые, ну, не понимают потенциальной опасности, которую несет в себе трамвай и ведут себя неподобающим образом рядом с ним. То есть бросаются, пытаются перелезть между вагонов, что впоследствии приводит к наезду. А что было тем ребятам, тем водителям, которые наехали? Я не помню, чтобы кого-то увольняли из-за этого, но какие-то, видимо, транспортные процедуры, транспортных комиссий, что-то, может быть, там, переаттестация такое было. Я, честно, не помню. Я слышала, что курсы водителей трамвая длятся полгода. Ну, если в совокупности брать начало, первый учебный день в учебно-производственном центре и день выхода самостоятельной работы на линии, то проходит где-то примерно 4,5-5 месяцев. На что жить все это время? Платят стипендию. Сейчас, если не ошибаюсь, стипендия 5,200. То есть вот все это время живет человек, получает стипендию. То есть я не припомню, наверное, где-то, ну, подобную отрасль, где платили бы стипендию человеку, который учится. Обучение длится полный рабочий день или есть возможность еще работать? Нет, смотрите, обучение начинается 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 9 до 3 часов. То есть это там по 3, по 4 пары. Потом, ну, после 3 часов занимайтесь чем хотите. Куда можно пожаловаться на водителя трамвая? Пожаловаться есть сайт ettu.ru, там есть форма обратной связи, туда, пожалуйста, вводите все данные. Кого конкретно вы, Иван, больше всех ненавидите на дороге? У меня нет вообще ненависти никому из участников движения, потому что ненависть, она культивирует агрессию и нервозы всякие. За рулем трамвая такими вещами нельзя пренебрегать, точнее, такими вещами нужно пренебрегать и нужно быть в себе. И поэтому, как бы, я стараюсь, как бы, лояльно относиться. Какие еще качества важны для водителя трамвая? Выдержка и ответственность. Это в первую очередь, потому что ответственность почему? Ну, в часы пик, в совершенном сплотке в вагоне, там может ехать по 150-200 человек. Это 150-200 живых людей за здоровье и жизнь, которых отвечает водитель трамвая. Почему выдержка? Потому что случаются очень напряженные ситуации, когда приходится, ну, действительно, как-то пробиваться сквозь поток среди автомобилистов, которые, как правило, не обращают внимания на рельсовый транспорт и не знают о его приоритете или как-то, может, просто не уважают. Вот, и нужно себя сдерживать. Вот. Вот два качества, которые важны. Иван, вы мой герой. С удовольствием читаю ваш твиттер. Благодаря вам стало чаще ездить на трамваях. Удачи вам в вашей борьбе с нахальными водителями. Спасибо. Это очень приятно. Вы слышали песню «Свист в трамвае»? Маршрут 32-го трамвая. Чуваки просто взяли водителя 32-го трамвая, записали его, наложили музыку. Очень круто. Да, это Саша Кулаев. Очень известный человек в Екатеринбурге. Он один из первых начал шутить по микрофону, рассказывать интересные вещи по пути следования вагона. Очень позитивный человек. Сейчас занимается музыкой. Большой ему привет, если вдруг он посмотрит. Я с ним лично не знаком, к сожалению, но я очень много хорошего о нем слышал. Просто прекрасный молодой человек. Это вы, мой герой. И не будем забывать, что трамвай экологичный вид транспорта. Это обязательно, конечно. Вот сейчас буду ездить и думать, что, возможно, меня везет красивый мужчина с бородой. Спасибо. Что будет, если водитель трамвая протаранит водителя-нарушителя сознательно легковой машины? Он же по правилам ехал. Ну, про сознательность здесь, я говорю, что нужно в первую очередь понимать, что водитель трамвая, как бы сознательно никто никого никогда не таранит. Серьезно. Потому что это очень большая ответственность и за здоровье, и за жизнь людей. Положим он сделал это случайно. Ну, не положим. Нет, подождите. Нет такого. Не случайно. То есть 9 из 10 дорожных с машинами, трамвая с машинами, виноват автомобилист, который в первую очередь не знает, как разворачиваться или поворачивать с трамвайных рельсов. У нас в условиях задачи было то, что водитель нарушает. Что будет водителю? Водитель чего? Водитель легковой машины какой-нибудь. Так, что ему будет? Ну, и кузовной ремонт в лучшем случае. Ну, поломки, как правило, в автомобиле причиняются достаточно серьезные. Особенно, если оба транспортные средства идут на такой, на достаточно приличной скорости. А если при этом пострадал трамвай? Ну, трамвай редко страдает когда, потому что он вообще весь железобетонный. И старые трамваи вообще практически неубиваемые. Там даже в серьезных ДТП, когда машина наизнанку выворачивается, там у вагона буквально в двух местах нужно обшивку покрасить и все. Кстати, про старые и новые трамваи. Я знаю, что существует несколько видов трамваев. Чем они принципиально друг от друга отличаются? Они принципиально друг от друга отличаются. Старые чешские трамваи, Татра-3, которые такие у нас ездят, батончики, нескольким вагонам в прошлом или позапрошлом году в Южном депо отпраздновали 40 лет. А вашему трамваю сколько лет? У меня нет своего трамвая, я езжу на всех трамваях, поэтому... Вот. 40 лет, то есть они уже на несколько раз пережили капитальный ремонт. Ну, отличаются, я не знаю, как это объяснить бытовым языком. Наличие, отсутствие кондиционера. Нет, кондиционера нет нигде. Комфорт, это тоже тут больше техническая часть, то есть система пуска вагона, там, торможения, набора скорости и так далее. То есть больше электрика и электроника. То есть если, к примеру, старые чешские вагоны это электрика, то уже более новые вагоны, в том числе и квадратный новый спектр, это уже электроника. Ну, то есть как бы либо калькулятор, либо айфон. Вот так вот. А что вы думаете про новый трамвай, который мы все видели на Инопроме? Трамвай R1 от Уралвагонзавода. Да, замечательный трамвай. Недавно Артемий Лебедев написал такой нелестный отзыв про него. Я почтал, очень громко смеялся. В части безопасности он сомневался? В части безопасности, да, в том числе. Как бы Артемий Лебедев, мы знаем, кто такой это. Супер дизайнер. Я думаю, что у него есть определенная обида на другого супер дизайнера, которому доверили создавать, рисовать вот этот вот и потом воплощать этот трамвай. В части безопасности вагон не более опасен, чем любой другой вагон, который уходит у нас сейчас в городе. Вагон построен по всем ГОСТам. И даже несмотря на его обратный наклон кабины, никак это не влияет на способность затянуть под вагон какой-либо предмет, даже пешехода или еще что-то. Все просчитано, все учтено. Да, одобряем. И сейчас будет вестись работа по его модернизации, в том числе по изменению внутренности салона, компоновка и так далее. То есть скоро мы увидим трамвайчик на улице города. Можно девушку ночью покатать, так сказать, воспользоваться служебным положением? Прокатите меня, просит Татьяна. Насколько это наказуемо? Это очень наказуемо. Правда? Конечно. То есть есть время работы на линии вагона. К примеру, в 6 утра он выезжает, первая смена, в 2 часа смена, и в 10 часов заезжает вагон в ДПО. А кто проверит? Ну как, есть расписание заложено. То есть я при заезде в ДПО сдаю определенные документы, книгу поезда, отдаю диспетчера, отмечаю путевку и так далее. Плюс у нас есть еще навигация, и диспетчер всегда увидит, что вагон находится в неположенном месте в неположенное время и, скорее всего, поднимет тревогу. Дорогая Татьяна, в 6 утра вставайте, садитесь, почти пустой трамвай. У меня брат всегда мечтал, буду работать водителем трамвая, буду ездить в Растаманской шапке и слушать Боба Марли. Мне кажется, Иван осуществил его мечту в каком-то роде, ему все по кайфу. Ну да, мне очень нравится моя работа, я получаю неимоверное удовольствие. Очень не хочу терять эту работу, но не ровен час, видимо, придется когда-то отказаться, видимо, от этого уже. Из-за того, что вы ведете такую активную социальную жизнь? Да, возможно, из-за этого начальству не очень нравится эти моменты. Ну и, в принципе, всю жизнь я себя не вижу водителем трамвая, нужно расти, нужно развиваться. То есть я дойду до какой-то определенной точки и после этого просто эту точку поставлю. А вот по правилам все должны пропускать трамвай и все думают, что водители трамвая этим пользуются. Прут на пролом, это так? Ну, подождите, если есть у вида транспорта приоритет, почему нельзя пользоваться этим приоритетом? В правилах дорожного движения вообще черным по белому написано, когда трамвай имеет приоритет, а когда он не имеет этот приоритет. Периодически водители автомобилей очень любят тыкать в определение, там, уступи дорогу и так далее. Но знание правил дорожного движения у таких водителей, как правило, заканчивается на первом пункте, то есть на основных положениях. Дальше почему-то по ДД никто не хочет читать. А там, например, в пункте 18.1 написано, что трамвай имеет приоритет. То есть дальше листаем, читаем правила дорожного движения, просвещаемся. Всегда было интересно, бывает, что водители трамвая выходят и вроде бы стрелки переводят на рельсах. Это что, не автоматизировано? Ну, стрелки почти все в городе, может, с пяток осталось у нас ручных стрелок. Остальные все автоматические, переводятся они кнопкой из кабины. Но бывает, что механизм не срабатывает, либо там, ну, не в полной мере срабатывает, стрелка не переводится до конца. Приходится выходить из кабины и специальным лобиком на девжилет переводить стрелочный перевод в нужную сторону. Иван, у меня есть ряд вопросов цифровых. Давайте такой блиц-опрос. Без проблем. Сколько дней в неделю вы работаете? Ну, вообще графики, самый распространенный график это 4-2. 4 дня работаешь, 2 отдыхаешь. Я работаю там, ну, либо 5 дней, 1 отдыхаю, либо 6 дней, 1 отдыхаю. Сколько пассажиров в среднем в трамвае? Вы сказали 150 человек. Ну, 50 это в межпиковое время, в двух вагонах человек 50 бывает. Бывает, что меньше. В пиковое время бывает, что вообще битком едешь. То есть это где-то порядка 200 человек, может чуть меньше. Какой длины тормозной путь? Ну, если брать среднюю крейсер, среднюю скорость движения трамвая в городе, это, по-моему, 17 км в час. Или, если взять, к примеру, максимальную скорость 40 км в час, то вот при максимальной скорости, при неэкстренном торможении, тормозить я буду, ну, наверное, метров 25-30. Погодные условия влияют? Обязательно, конечно. Когда идет мелкий моросящий дождь, либо очень сильные заморозки, либо, наоборот, очень сильная жира, тормозные пути из-за юзового состояния. То есть образуется на рельсах такая пленочка, жиромасляная. И по такой пленочке вагон очень хорошо скользит, даже несмотря на применение экстренного торможения. Сколько процентов городских перевозок приходится именно на трамвай? На 2013 год, если не ошибаюсь, там цифра была, что-то в районе 70-73%. Настолько много? Да, две трети города ездит трамваями и троллейбусами. Все остальное делится там на метро и автобусы, и совсем чуть-чуть маршрутки. Сколько весит трамвай? Трамвай, ну, если мы возьмем тот же самый батончик, Татру Т-3 весит на 17 тонн порожнее. Каков срок жизни трамвая? 40 лет это максимум? Да нет, они же продолжают ездить. То есть, сколько капиталить будут эти вагоны, капитальный ремонт, сколько будут, и столько они будут ездить. Но ресурс, в принципе, даже у этих 40-летних исчерпан уже лет 20 назад. Ну, теоретически. Вы знаете, я однажды заходила в трамвай, у меня ребенок очень любит кататься на трамваях, и водитель трамвая, дама, говорила таким приятным голосом, дорогие мои, садитесь, получайте удовольствие. Что вы говорите своим? Ну, обязательно объявление остановок, закрытие дверей, места пересадки, не забывать в коем случае свои личные вещи при выходе из вагона. Ну, в последнее время, как бы, тяжело ездить. На лирику не отвлекаетесь? Да. Изредка очень бывает, что я там расскажу какие-нибудь новости, текущие прогнозы погоды или еще что-то. Спасибо вам большое, Иван. Дорогие друзья, мы рассказали вам о профессии водителя трамвая. Доброго вам вечера. Доброго вам вечера.